Дарья, спасибо, Даша. Отлично. Ну что, народ сейчас потихонечку будет заходить в вебинарную комнату. Давайте я представлю, с кем мы еще не знакомы. Меня зовут Матвеев Сергей. Я являюсь студентальным предпринимателем из Нижегородской области, город Арзамас. В нашем бизнесе мы являемся сапфировыми директорами с большой командой, с большой организацией. То есть все вы находитесь в нашей команде. И сегодня я поделюсь теми возможностями, которые предоставляет нам компания, теми возможностями, которые предоставляет нам наш проект. По ходу дела вы можете писать вопросы. На какие-то вопросы будут сразу отвечать, на какие-то вопросы отвечу в конце нашего вебинара. Так что пишите, не проблема, задавайте в конце вебинара все, что угодно. Ну что, друзья, тогда поехали. Но если в двух словах о себе, я представляю сегодня семейную пару Сергея и Юлия Матвеева. Мы живем в городе Арзамас, как я говорил. У нас есть пока двое таких вот малышей. Буквально скоро будет третий. И мы полностью работаем только в этом бизнесе, только в этом проекте. Мы не работаем по найму. То есть мы являемся свободными, полностью свободными людьми. И сами распоряжаемся своим временем, своей жизнью и так далее. О чем мы с вами сегодня будем говорить? Мы поговорим о том, в чем вообще смысл этого бизнеса. Откуда здесь деньги берутся, что необходимо делать. Кто вам будет помогать. И что в результате проделанной работы каждый из вас может получить. Потому что я всегда говорю, какова цена вопроса. Если цена вопроса 1000 рублей, 5000 рублей, 10 тысяч рублей дохода, то мне кажется, нет смысла этим серьезно заниматься. А если цена вопроса более крупной суммы денег, тогда я считаю, что да, есть смысл этим заниматься. Да, если цена вопроса 50 тысяч рублей, 100 тысяч рублей, 150, 200. Ну и знаете, как мы сегодня тоже разговаривал с одним человеком в турагентстве, да, то есть оформлял поездку на отдых. И как раз мы разговаривали про то, что, то есть она вроде бы работает в турагентстве, да, является хозяйкой, ну 50 на 50 у них на двоих, то есть. Да, но при этом уже 4 года не выезжала отдыхать за границей, да, то есть хотя в турагентстве работает. Да, ира, почему, говорю, там же, говорю, копеечные цены, всегда все под рукой, горячие туры и так далее. Она говорит, блин, время, нет времени, да, то есть постоянно во время сезона ты сидишь в агентстве, когда сезон заканчивается, ну там уже нет ни прикола ехать куда-то. Вот, я к чему это рассказываю, то есть смотрите, в этом бизнесе, да, каждый из вас, мы с вами можем не просто зарабатывать деньги, мы с вами можем, ну по большому счету в кавычках купить самый дорогой ресурс, да, это время. Потому что время его, ну, его никто не подарит, его не вернешь, да, или еще как-то, то есть, но здесь мы можем с вами его заполучить, да, и не работать там, блин, по 25 часов в день, да, не видя никого, ни семью, ни детей, ни еще что-то. Ну, то есть это чуть маленько в сторону отошли с вами. Итак, смотрите, вот на этом слайде, вы, многие из вас уже с этим слайдом знакомы, да, это квадрант денежного потока, есть такой дядька Роберт Киосаки, известный автор, долларовый миллионер, то есть его книги являются бестселлерами, если кто не читал, обязательно вам рекомендую почитать. Первая книга, с которой нужно начинать его изучать в биографии, это «Богатый папа, бедный папа», да, классные книги, вот таким вот образом выглядит она, да, «Богатый папа, бедный папа», у нее также есть книга «Квадрант денежного потока», то есть вот эти книги, это такие настольные у нас книги дома, и в этих книгах он пишет о том, что есть четыре источника, четыре источника, из которого все, совершенно все люди получают свои деньги, зарабатывают свои деньги. Первый источник дохода – это работа по найму. Ну, конечно, здесь не нужно никому объяснять, что такое работа по найму. Да, можно ли зарабатывать здесь деньги? Конечно, можно. Можно ли большие деньги зарабатывать? Тоже можно. Просто вопрос, для кого, да, то есть там процентов 90 людей не зарабатывают хороших денег. Да, генеральный замгенеральных, разные руководящие должности здесь зарабатывают деньги. Но чтобы зарабатывать большие суммы денег, то, соответственно, ты, скорее всего, чем-то будешь жертвовать, да. В основном люди, кто занимают руководящую должность, они говорят, что дети выросли без меня, да, я не видел, как растут мои дети. К примеру, я там уходил из дома, они еще спали, я приходил домой, вся моя семья уже спит и так далее, да, то есть плюс, чтобы зарабатывать большие деньги, нужно блат, связи, нужно образование, да много чего нужно, да, то есть риски определенные, нагрузка определенная, то есть и так далее. Если мы говорим, в большинстве случаев, да, то есть человек, который работает с 8 до 5 с понедельника по пятницу, раз в неделю выходной, раз в год отпуск, это всю жизнь до пенсии, за среднемесячную, там, среднюю какую-то зарплату по тому или иному региону, ну, скорее всего, этих денег хватает только там на еду, на коммунальные услуги какие-то, да, там, ну, может, на какие-то мелочи. Вряд ли там зарплаты в 30 тысяч, в 40 тысяч, может, даже в 50 тысяч, да, вряд ли человек сможет покупать себе хорошую недвижимость, вряд ли человек сможет покупать себе хорошие автомобили, да, ездить за границу, там, ну, и так далее, там подобное. А второй квадран денежного потока, да, это предприниматели, то есть это мелкие предпринимательства, мелкие бизнесы, это когда человек, ну, он сам рулит всеми делами, да, то есть здесь есть такие вот два слова, ты работаешь на себя, да, здесь все заключено вот в этих двух словах. То есть смотрите, все связи на нем, весь блат на нем, вся нагрузка на нем, то есть здесь никто вам не будет помогать в традиционном бизнесе, да, наоборот, будут кучи людей, которые будут заинтересованы вам, соответственно, то есть, ну, навредить, да, и здесь тоже можно ли зарабатывать большие деньги? Да, по идее можно, но только, опять же, статистика показывает, что далеко не то, чтобы не все, да, опять же, маленький процент людей, которые, начав свой бизнес, выходят в ноль, а потом идут в плюс. Очень многие люди просто обычную работу по найму, зарплата в 30 тысяч рублей, меняют на традиционный бизнес с доходом в 40 тысяч рублей, да, одно на другое поменяли, но денег больше не стало, ну, просто, то есть, другой способ заработка, вот. И здесь, конечно же, то есть не надо уговаривать всю работу, да, здесь человек уже вкалывает сам по полной программе, потому что он, к примеру, вложил деньги, либо еще что-то, он чем-то рискует, и он максимально уже работает. Есть третий квадран денежный поток, это система, ну, то есть это квадран бизнеса, да, это когда есть три составляющие, то есть, в каком случае бизнес можно назвать бизнес, да, когда у человека есть три составляющие. Первый составляющие, это система, то есть, если мы говорим традиционно беззначные, там, система поставок, система контроля, система выплат, да, то есть, ну, готовые идеальные системы. Да, второй момент, это если у человека есть команда, не все под него подвязано, да, у него есть сразу управляющий, менеджер, директора, там, филиалов, еще что-то, да, то есть, когда он может сам встатать и в сторону, да, но система будет работать, и все будет функционировать. Ну, и третий момент, третий составляющий, это сеть. Сеть чего-либо. Мы с вами живем в век глобализации, в 21 веке, и сейчас Дар Сергей Галецкий говорил, да, хозяин-основатель компании Magnit, сети магазинов Magnit, он говорил, да, что те, кто владеет сетью, те владеют миром, да, потому что сейчас одиночки, ну, одиночку очень сложно развиваться, вы не сможете, наверное, открыть продуктовый магазинчик рядом с каким-нибудь там гипермаркетом, да, продуктовым, ну, потому что он вас съест. Вот, и здесь, когда вы владеете сетью чего-либо, сетью магазинов, заправок, кафе и так далее, то есть вообще неважно, да, сетью чего-либо, вот только в сетях, и есть возможности, перспективы хороших доходов. Это об этом как раз мы с вами сегодня поговорим, то есть наш бизнес, он относится к третьему квадранту денежного потока, да, к квадранту бизнеса. Ну, и четвертый квадрант – это инвесторы, это те люди, которые не работают за деньги, деньги работают на них, да. Это, ну, инвесторы, я хочу вам дать понять, что инвестор – это не тот человек, который 500 тысяч накопил рублей, да, и куда-то вложил. Это не те люди, да, это те люди, которые владеют там миллионами, да, которые инвестируют в разные объекты, проекты и так далее. Я, смотрите, что получается, на левую половину квадранта денежного потока с констерином примерно 95% всего населения, да, на правой половине 5% всего населения, но левая половина имеет всего лишь 5% денежного запаса, правая половина, и да, их меньше, но они живут лучше, да, то есть они зарабатывают больше. И вот здесь главный вопрос каждому из вас – на какой половине вы сейчас находитесь? И, наверное, более важный вопрос – на какой половине вы в дальнейшем хотели бы находиться? Потому что ничего страшного, что если сегодня человек находится на левой половине квадранта денежного потока. Вопрос – где он хочет находиться завтра, да, получая новую-новую информацию, разбираясь в новых и новых направлениях, в новых каких-то возможностях и так далее. Потому что, ну да, когда человек не владеет информацией, то есть он, ну, он не знает, как делать, но когда человек владеет информацией и не пользуется, я считаю, что вот это вот не совсем, как бы, наверное, правильно. Следующий момент. Что такое вообще БМД, да, так скажем, БМД-21? Это просто готовый системный бизнес крупный, да, то есть это готовая система, которую мы создавали, создавали довольно-таки длительное время с целой командой предпринимателей из разных регионов, да, и если мы говорим о бизнесе, то, знаете, в бизнесе есть два, ну, так скажем, два мышления, да. Есть мышление работника по найму и есть мышление предпринимателя. Ну, это бы и в жизни, в принципе, не только в бизнесе, в жизни. Ну, что такое рабочее, то есть, да, мышление рабочего? Ну, это в кавычке называют, да, то есть это когда человек думает с позиции, что ему все должны. Ну, к примеру, да, то есть он не готов сам что-то отдавать людям или не то, что людям, а там бизнес или еще что-то, то есть он готов только брать, да, то есть ему все должны, да, почему там правительство плохое, почему зарплата маленькая, да, почему там еще что-то и так далее. То есть ему все должны на эту тему. А мышление предпринимателя, это человек четко понимает, что сегодня он вкладывает во что-либо, да, вкладывает время, деньги и так далее, и только потом, да, он получает результат. Скажите, у многих виснет или только у одного-двоих? Вот. В огороде, вот все люди ведут себя как предприниматели. Я думаю, что у многих из вас, у кого-то может быть есть огороды, у кого-то есть может быть дача, у кого-то есть может быть родители, у которых есть огороды, да, и что мы об этом, насчет этого подразумеваем по поводу огородов. То есть смотрите, когда человек выходит в мае в огород, да, он четко понимает, что сначала нужно что-то посеять, да, потом за этим нужно ухаживать, потом это нужно удобрять, следить, поливать, там, я знаю, еще что-то укрывать от солнца, и только в лучшем случае, с течением такого промежутка времени будут всходы, будут результаты. Есть ли гарантии, что будут плоды? Гарантии нет, да, и человек все равно продолжает это делать. То есть он вкладывает свое время, свои силы, даже в каких случаях свои деньги, для того, чтобы получить просто урожай какой-то, да. То есть и здесь ни у кого мысли не возникает, что я сегодня посеял, там, не знаю, картошку, какую-то там грядку моркови, а через неделю я могу свободно бы капать, да, ей пользоваться. Нет, все прекрасно понимают, что нужно время для того, чтобы были всходы. А вот почему-то, приходя к нам в бизнес, многие люди наивно думают, что а нафига, то есть, да, напрягаться, нафига ждать, я вот сегодня в проект пришел, ну и там, например, через месяц мне должны быть результаты. Я говорю, почему? С какого перепугу должны быть результаты, а вот такие ощутимые результаты, если ты не знаешь, не владеешь информацией, не владеешь навыками, да, нету понимания и так далее, тому подобное. То есть здесь, как и в любом бизнесе, нужно сначала вкладывать в свое время, терпение, да, определенные действия, и только потом уже человек получит результат. Потому что в наше время сейчас изменилось все, да, изменили денежные потоки, изменить способ заработка, изменить профессии. Если раньше, да, можно было хорошо закончить школу для того, чтобы поступить в хороший институт, хорошо закончить институт для того, чтобы найти устройство, хорошую работу, и в принципе вся жизнь твоя удалась, да, то есть поработал пять лет, получил квартиру там от работы, поработал еще пять лет, вообще там все, ну все в шоколаде. Сейчас такого нет. Никого не интересует, сколько у вас образования, да, вы можете быть с двумя тумя высшими образованиями, но при этом получать среднезаработную оплату по тому или иному региону. Да, то есть сейчас все поменялось, сейчас очень много бизнеса уходит в онлайн, очень много профессий уходит в интернет, да, в онлайн. То есть людей заменяют роботы, людей заменяют программы, людей заменяют какие-то процессы, да, то есть механические, там, электронный процесс, цифровые процессы. И сейчас очень много профессий навсегда исчезнет из жизни людей, да, именно навсегда, потому что все больше и больше роботизировано. роботизирована. Вот смотрите, на этом слайде вы видите, ради интереса, потом забейте в интернет, посидите, полазите. Сейчас практически все могут делать роботы. Таить молоко делают роботы, кладут кирпич, стены делают роботы, даже грядки сажают роботы. В Сбербанках все больше и больше триминалов. А беспилотные автомобили уже бороздят, так скажем, да, уже вышли на дороге и с каждым годом все будет больше и больше. То есть возникает вопрос, да, для чего нужен человек, которому нужно платить зарплату, да еще всякий больничник, а можно просто установить робот, который будет делать все правильно, да, они будут не уставать, не просить, не ныть, не еще чего-то. И как бы это ни было, может быть, я не знаю, прямо или не прямо, но, увы, большинство профессий элементарно, да, они, ну, со временем будут исчезать и будут идти большие сокращения. И, как я уже говорил, на сегодняшний день очень много товара, можно приобрести посредством онлайн, да, интернет-магазинов, разных площадок. Очень много можно оформить документов. Ну, к примеру, буквально час назад, да, я через сайт госуслуги отправил заявку на оформление загранпаспорта своим детям, да, то есть буквально через неделю-полторы, там, может быть, максимум две, будет готово два загранпаспорта, и нужно будет просто с ними сходить и взять их, да, то есть не надо уже в очередях стоять, ничего этого делать не надо. То есть сейчас можно, вводя до вертолета, купить посредством каких-то услуг, да, интернета и интернет-магазинов. И, соответственно, как бы, да, это становится все выгоднее и выгоднее, все большее количество детей начинает пользоваться. Просто традиционная схема продвижения товаров, она, ну, в каких-то моментах устаревает, да, то есть в каких-то моментах она перестает вообще использоваться, потому что там много посредников. Вы прекрасно понимаете, что когда есть какой-то производитель, сам производитель товар продавать не будет, он не будет его не разводить ни по магазинам, ни по городам, ни еще куда-то, да. Просто от производителя до потребителя есть целая сеть посредников. Ну, об этом, наверное, тоже несмысленно сейчас говорить, потому что вы об этом прекрасно понимаете и знаете. Да, крупные оптовики, средние оптовики, мелкие оптовики, у каждого из них есть расходы, есть накрутки, есть там еще что-то такое, да. И получается, что товар доходит до конечного потребителя с большой нацинкой. Хорошо, если должного качества, а еще иногда и качество ухудшается, или плюс подделка. И сейчас все больше и больше компаний начинают продавать свой товар напрямую с помощью личных кабинетов, интернет-магазинов, площадок, Алиэкспресс, Амазон. Очень много серьезных уже брендов, которые это делают. По большому счету, в чем цель создания вообще любого бизнеса? Цель создания любого бизнеса – это создание больших товарооборотов, получения прибыли. То есть в любом бизнесе продвигаются либо товары, либо услуги. И чем большее количество людей пользуются товаром, либо услугами, тем, соответственно, больше товарооборота выгоднее какой-то компании. Но здесь, смотрите, тоже есть «но». Мы с вами живем в то время, когда в интернете, на рынке нашей страны все больше и больше разных компаний предоставляют какие-то свои услуги, предоставляющие свои товары, предложения, заманчивые предложения. То есть если онлайн, пестрит, какими-то там супервыгодными маркетинг-планами, товарами, скидками. И очень важно понимать, по каким критериям нужно выбирать компанию. Потому что компаний много, ваша жизнь одна. Компания много, жизнь одна. То есть вы можете, к примеру, потратить год, два, три на развитие какой-то компании, а потом эта компания закроется, уйдет с российского рынка, либо может вообще окажется не совсем официально, не совсем легально. Но три года вам никто не вернет. Есть компания, в которых люди наивно начинают работать, не понимая, не разбираясь, не понимая, что это обычная финансовая пирамида, хорошо замаскированные. Они начинают приглашать своих близких, знакомых и так далее. А потом, когда это все со временем понимается, вскрывается, то есть люди портят свои личные отношения со своим окружением, потому что их окружение оказывается обманутым, кто-то что-то потерял. И в итоге человек и сам не заработал, да еще еще такую себе репутацию создал в своем окружении, что, ну, пожалуй, больше ни разу не подойдет никак не к одному из своих знакомых. И вот есть основные такие критерии, да, по которым определяется, на что обращать внимание. То есть это продукт, ассортимент, качество, цена, история развития, финансовое здоровье, руководство компании, лидеры компании. Об этом мы сейчас вкратце, ну, с вами быстро пробежимся. То есть смотрите, да, почему, да, В чем разница проект БМД-21, да, который, то есть мы как лидеры этого проекта, мы сотрудничаем с компанией RFM. В чем разница? Почему кто-то говорит, то есть это RFM, я же, смотрите, мы не работаем в RFM, да, потому что мы не являемся работниками по найму, мы не включаем трудовые договора, нам компании платят за ровную плату, мы не работаем там, мы не можем утрену строить людей туда, да. Да, у нас просто есть четкая система сопровождения, обучения, поиска людей, у нас есть готовая система обучения людей, да. И мы сотрудничаем с компанией, у нас заключены договора, с помощью которых мы, когда для компании организовываем товарооборота, компания нам выплачивает деньги. Это то же самое, как вы, к примеру, были бы традиционным предпринимателем, у вас были бы, может быть, свои какие-то логистические, то есть мощности, да, и вы бы для какой-то компании, ну, производителя оказывали бы услуги для продвижения ее товара на рынок, да, или для продвижения рекламы на рынок, чтобы люди покупали, ну, у фирмы напрямую. Но при этом вы же не работали бы в этой фирме, вы просто оказывали услуги. То же самое мы. Мы оказываем услуги. Компания RFM является просто крупным производителем, да, у которой есть свои площадки, у которой есть свои логистические, то есть центры, доставки, маркетинг-план и так далее. То есть компания нам выплачивает деньги. Вот это важно понимать, потому что кто-то многие люди говорят, о, RFM, RFM, да, в RFM мы не трудоустраиваем, да, то есть, да, в RFM есть люди, которые работают по найму, которые сидят в офисах, да, и так далее, но, то есть, это не о нас. Итак, смотрите, первый, первый важный критерий – это продукт, да, то есть, смотрите, продукты бывают естественные спросы, бывают искусственные спросы. Что такое естественные спросы? Все продукты, те товары, которые не требуют дополнительных объяснений, те товары, которые людям нужны постоянно, да, товарам повседневного спроса или естественных спроса относятся к продукту питания, относятся полностью весь косметический сегмент, да, относятся еще там ряд товаров, потому что, смотрите, люди мылись, моются, будут мыться, процесс его невозможно остановить, а когда какой-либо процесс невозможно остановить, его необходимо возглавлять, да, и, соответственно, за это какие-то, ну, получать вознаграждения. Вот, искусственный спрос или товары искусственного спроса – это те товары, которые требуют дополнительных объяснений. Ну, к примеру, допустим, да, вы начали работать с компанией, которая производит пылесосы, да, вот есть такой известный бренд, да, там стоимость пылесос стоит от 150 тысяч рублей и более. Скажите, пожалуйста, чтобы вам продать такой пылесос, вам нужно будет очень умудриться объяснить человеку, что он без него раньше жил, там, к примеру, 40 лет он прожил без этого пылесоса, а с сегодняшнего дня он больше без него не проживет, да. То есть очень много товаров искусственный способ, из которых люди жили и дальше могут прожить, они не сильно нужны. Но очень важный момент – повторяемость покупки. То есть смотрите, есть компании, у которых хороший товар, например, у компании Цептер, там, да, классная компания, то есть посуду они производят, ну, начинали, по крайней мере, с посудой. Сейчас они, кстати, тоже запустили в косметическую линию именно для того, что их товар не являя, ну, у них повторяемость покупки слабая, да. Они на свою поступку дают гарантию 100 лет. Скажите, пожалуйста, если вы своим знакомым один раз продали какую-то посуду компании Цептер, когда вы к ним сможете прийти? В этой жизни больше никогда. Да, соответственно, чтобы зарабатывать деньги в подобных компаниях с подобным товаром, вам приходится, ну, придется каждый раз искать новых и новых и новых клиентов. Вот там как раз, как раз, работа будет ногами, да, то есть это будут активные, может быть, даже агрессивные продажи, потому что кушать хочется, да, нужно нового клиента, кушать хочется, нужно новых клиентов. А вот повторяемость покупки такие, то есть товар, которые нужны каждый день, да, там, например, человек купил кусок мыла, там, через неделю вся его семья кусок мыла измылила. Он купил там, я знаю, шампунь, через месяц ему нужно еще одну шампунь. Он купил там еще что-то, через месяц ему опять нужно. То есть повторяемость покупки постоянно. Я считаю, я все равно лучше зарабатывать там по тысяче рублей каждый месяц не из таких вот товаров чем пример там заработать там 3000 рублей с одной там посуды но один раз жизнь это что касается продукта следующий момент до ассортимент но мы живем в то время когда выбор большой нету дефицит вообще ни в чем я считаю что каждый человек хотел бы хотел бы покупать каждый раз разные вещи да чтобы не было разнообразие любая девушка не хочет там ходить там пять лет в одних там туплях в одних там каких-то вещах да то есть каждый человек хочет что то новое 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 естественно сортимент играет очень важную роль компании более полутора тысяч нова не постоянно обновляется товара до постоянно новинки 17 каталогов в году а то есть и компания идет в новую ну со временем вправе если а качестве говорит на смотритеках вообще интересным такой вопрос по поводу качества как тут быть нас лучше на школе рассмотреть и мы спросить игру довольно таки вообще глупо сравнивать какие-либо άруно уровень то вот мне нравится мне не нравится я брать яагру сравнить ведь можно все что угодно сравнить примеру да можно и дам фрукты сравнить вот кому то пирсины нравится кому-то не нравится этот вопрос а куда прав апельсин хороший или плохой фрукт кому-то мед нравится кому-то не нравится кому-то вообще запрещено аллергия не вопрос а кто-то да прав мед это вредно или полезно то есть понимаете настолько глупо когда люди сравнивают какой-то конкретный товар один товар я говорю уж если если говорить о качестве нужно говорить с позиции в каких-то фактов то есть примеру с позиции документации с позиции сертификатов с позиции производства да и вот не зря говорит с качестве проверенным временем компании 50 лет на мировом рынке 50 лет компания существует 50 лет продает свои товары в разных странах мира по всему миру 63 стороны только официальное представительство а сколько еще стран где пока нет официального представительства да то есть но там товар продается люди по цену только бы работают и так далее продукт шведский то есть вы знаете пословица сделано швеции сделано с умом об этих вещах нужно четко понимать да какие-то вещи кому-то могут не подойти да но это чисто индивидуально но если в целом я всегда грану и пожалуйста ч неужели и вид и полвека полвека все мере ну тут я считаю что глупо говорить вообще качество логически рассудить до дешевый не мог быть хорошим продукт должен быть отношение цены к и и и и и и и Например, в России доступны для среднего класса населения. В Украине ценник ниже, например, в Беларуси ценник ниже, то есть в других странах ценник тоже возможно ниже, но он ценное образование. То есть компания ставит 50 лет, как он официальный, легальный, единственный премия, 1 миллион, доллар, была выплачена России. На сегодняшний день за 50 лет пока единственные люди, которые получили 3 миллион долларов, это ведь в том году это было в Болгарии, в том году это была в Сочи. Перед этим А это как компания Они себя чувствуют вообще в целом на рынке, на мировом рынке. Ну конечно, так Выросли там Большими Такими шагами Я Как вам сказать От первого Компания Не было там Легально И вот Все компании, которые Законы соблюдают Это очень серьезный момент Это очень серьезный момент И вот компания Легально Старшим членом Говорит о том, что если Нашего руководителя Нашего руководителя Нашего руководителя Суководство Суководство Да Вот Как раз я имел ввиду Магнуса Это Все мероприятия Я с ними Не раз и В компании Есть ценности Превыше денег Что есть ценности Уже превыше денег Чтобы делать На пользу Для Людей Чтобы дать Возможность Другим людям Наталья Наталья Эдуард Наталья Наших наставников Это лидеры ТОП-4 ТОП-4 На сегодняшний день Мы находимся В самой Одной Самых крупных Структур Ручные Всякие Реклама Описи Логистика Сайты Бухгалтерии Отчетность Все есть Система Официальные доходы Программа Путешествий Все И максимум За это Вы не получите Что Мы должны Делать Для компании Что мы Делаем Для компании Чтобы Строением Директор Команд Наш Такой Директор Не знаю Там Блин ТОП-4 Дублей ТОП-3 Порядка Пятидесяти тысяч Долларов ТОП-3 ТОП-3 Мне кажется Меньше Шести команд Нет смысла Если цена вопроса ТОП-5 ТОП-3 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 Смотрите Мы Как я Говорил Для компании Сдаем ТОП-3 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 За счет Большого Количества ТОП-3 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 По-дому По-дому Куску Мыла ТОП-3 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 ТОП-4 ТОП-3 команда п и 500 человек первые 300 человек которая остается команда новый партнер, он учится здесь можно сказать, что да, я стоп процентов знаю, как это делать и вы видите, то есть если мы возьмем на примере там семей, да, то ну там поступить 50-200 человек то есть если решить, то есть в окружении знаков люди, которые да, вот ваша задача просто напросто пригласить вы пригласили двоих, они пригласили следующих двоих, те следующих двоих в итоге 7 человек если учили их пригласить троих, они под к примеру с вами возьмем одного человека более 300 тысяч да вот таким вот образом компания компания в чем плюс то, что любой человек может с самого начала зарабатывать деньги первые тысячи рублей примерно людей в команде то есть он может зарабатывать те или иные деньги здесь ваш да прекрасно понимаешь, что как я уже говорил которые так же как и вы занимаются построением команды команда так же как и вы просто но тут пред посмотрите важно понимать причина не интересует не верят не хотят ли и вы можете все устраивают не суть важно мне нравится вообще разговариваю именно это работа с людьми а ну где какие-то случаи может чуть побольше там по празднике да и вот здесь организаторам в начале вообще не хотят ни на что время в начале нету должных результатов вначале тебя никто не поддерживает крупные суммы деньги да жизнь есть целая команда команда которая будет сону вам помогать развиваться проделана работа нам сегодня говорил то есть шесть команд это вот бриллиантовый стиль жизни здесь доходность порядка 200 250 тысяч вот закрывая мы к этому уже просто это нужно увидеть украинский понять разобраться украинский фото выплачали премии от тысячи долларов разные банкеты директоров, новогодние банкеты, тусовки, потому что я считаю, что спокойная обстановка посидел, заказал, был еще плюс в этом бизнесе мы работаем среди единомышленников в обычной пока еще сколько я не проводил презентацию не встречается включено все кто-то это оплачивающим ехать за свой счет мы с Юлей уже посетили более 10 стран мира и каждый ну я попробую да а можно сделать мы тоже слишком быстро к этому пришли да, наши все директора намного быстрее стали директорами чем мы многие лидеры доказывают, которые там с нуля за год уходят на доходы в 50 да, откуда здесь деньги берутся? деньги за ложную стоимость товара есть товароборот, есть деньги, нет товароборот, нет денег что необходимо делать? да, здесь нужно людей приглашать команду строить, обучаться, обучать людей да, Тобиан помогает тот человек, который вас пригласил именно он то есть вместе с ним вы будете развиваться вместе с ним и будете приобрели какие-то трудности там проходить и так далее да, и что в результате проделанной вами работа будет ну, как я уже показывал, да то есть это может быть совершенно другой стиль жизни это может быть совершенно другая жизнь это другое качество жизни это все по-другому конечно не очень сложно это вам донести, объяснить, показать рассказать, когда ну вы этого не видели в живую, да когда вы к этому не прикасались сложно да, но поверьте, это есть да, то есть как бы вы верите в это или не верите, но это и есть так что вот самое главное это поделиться да, разобраться потому что у нас, как я говорю, есть готовая система он каждый понедельник, четверг, 19 часов проходит разная успешность заходите, разбирайтесь, читайте, смотрите и тогда, то есть, но результат он не заставит себя ждать вот так, друзья это в двух стилях